Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на наших занятиях. Это третье наше занятие, посвященное вопросам рождаемости. Рождаемость – это один из ключевых показателей демографической политики. Он активно обсуждается сейчас на всех уровнях органов власти. Ну и обывателями тоже мы очень часто интересуемся с вами вопросами рождаемости в городе, в стране, в мире. Тема рождаемости важна не только с точки зрения обыденного смысла наличия у женщины или в семье ребенка, но и с точки зрения государственной политики. Нам критично важно понимать, сколько новых жителей появится в нашей стране в ближайшей перспективе и в долгосрочном прогнозе. Поэтому мы решили уделить особое внимание темы рождаемости и обсудить ее в рамках отдельного занятия. Здесь очень много показателей, которые критично важно понимать, каким образом рассчитываются, на что влияют эти цифры и как они окрашивают нашу демографическую действительность. Сегодня это занятие будет проводить Архангельский Владимир Николаевич, вы уже с ним знакомы. Это большой ученый, который всю свою жизнь посвятил вопросам демографии, в частности, рождаемости. Владимир Николаевич работает в нашем институте научным сотрудником. Я напомню, наш институт называется Научно-сельский институт организации здравоохранения медицинского менеджмента департамента здравоохранения города Москвы. А также Владимир Николаевич работает в Центре по изучению проблем народного населения, воспроизводству политики населения экономического факультета МГУ. В рамках сегодняшнего занятия мы с вами обсудим вопросы, связанные с учетом рождаемости, с основными показателями оценки рождаемости и источники достоверной информации, которые вы можете использовать при написании текстов для наших СМИ. Наше занятие по регламенту будет длиться не больше часа. Мы рассчитываем, что Владимир Николаевич делает сообщение с иллюстрацией в виде презентации за 40-45 минут, и у нас останется с вами немного времени для того, чтобы могли задавать свои вопросы. Вопросы вы можете задавать в чате, мы их будем видеть и транслировать Владимиру Николаевичу для его удобства, он, конечно, раздорно ответит на них. Если у вас появятся вопросы по завершении нашего мероприятия, вы можете их написать нам по нашей форме обратной связи, размещенной на сайте института, и мы обязательно в течение недели подготовим ответы и разместим их на нашем сайте в курсе для журналистов по вопросам рождаемости. То есть мы их привяжем к лекции, которая сегодня будет проходить. Ну что ж, я готова передать слово Владимиру Николаевичу. Владимир Николаевич, пожалуйста, мы все во внимании и готовы слушать ваши лекции. Спасибо большое, уважаемая Ирина Ивановна, спасибо большое, дорогие друзья, дорогие коллеги, добрый день, спасибо, что собрались послушать. Ну, попробую вас не разочаровать, поговорим немножко о проблемах рождаемости. Те, кто присутствовал на первой лекции, там и шла о динамике численности по возрастной структуре населения, мне, честно говоря, тема рождаемости ближе, потому что я занимаюсь этой проблематикой 44 года. Вот, занимаюсь, значит, преимущественно именно вопросами рождаемости, вопросами репродуктивного поведения. Ну, переходим к сегодняшней лекции. Рождаемость. Начинаем с информационной базы, естественно. Значит, источник информации, как и по защищенности структуры населения, как я говорил уже, у нас в России это органы государственной статистики. Вот ссылочка на сайт Росстата. Там публикуется и оперативная информация, и таблица с достаточно длинными динамическими рядами. И, что очень важно, это официальное издание, в первую очередь, демографический ежегодник России, который теперь выходит в электронные версии, только в электронные, раз в два года. Вот это основной наш источник информации. Ну, плюс, конечно, есть еще довольно много информации, которая располагает Росстата, которую я буду использовать в своей сегодняшней лекции. Она не является секретной, хотя вы не увидите ее на сайте Росстата, но не увидите вы ее только потому, что ее много, ее там еще невозможно разместить. Даже вот объемы сайта Росстата не позволяют разместить весь этот огромный пласт информации по проблемам налогаемости, как и перед демографическим вопросом, которым располагает Росстата, которым мы пользуемся. Значит, первичную информацию органы государственной статистики получают из органов ЗАГС. Ну, у нас теперь можно регистрировать рождение ребенка, как и другие демографические события, и непосредственно в органах ЗАГС, и в многофункциональных центрах. Вот, ну, все это стекается в ЗАГСы, и органы государственной статистики получают эту информацию из органов ЗАГС. По поводу учета, вот Елена Ивановна уже говорила, что есть проблемы некоторые с учетом, о котором мы поговорим. Проблема, по сути дела, одна, и которую я тоже немножко затронул на первой лекции, это то, что регистрация, ну, там мы говорили и о рождении, и о смертях, да, здесь о рождении, что регистрация рождений, согласно закону об акте гражданского состояния, я подчеркиваю, это не прихоть органов ЗАГС, это не прихоть Росстата, который нас снабжает информацией, это такой принят закон нашей Государственной Думы был в 98-м году. Так вот, согласно закону об акте гражданского состояния, я ни в коем случае не в претензии, просто мы должны иметь в виду, какие последствия от этого имеют место. Так вот, согласно закону об акте гражданского состояния, регистрация рождений производится по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей, если у них место жительства разное, то одного из них. И вот регистрация по месту рождения ребенка приводит к тому, что в некоторых субъектах Российской Федерации, и в первую очередь в Москве, регистрируется довольно много рождений не у жительниц Москвы. Есть специальная статистическая форма, которая, как говорится, позволяет нам сделать такие расчеты, сделать такую оценку. Ну, есть, где еще, в каких-то еще субъектах Федерации, довольно высока эта доля. В Москве она, конечно, выше всего. Из других выделим Краснодарский край, Московскую область, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, там Ленинградская область регистрирует, многие свои рождения жительницы Ленинградской области. В Московской области тоже довольно много приезжих, которые приезжают, как туда вы эмигранты, приезжают работать. Почему выделяется Москва? Ну, Москва, конечно, очень притягательна для мигрантов, для трудовых мигрантов, по возможностям работы, по возможностям заработка, по степени развитости инфраструктуры. Ну, в общем, что я вам говорю, Москва очень привлекательна, в том числе и по качеству обслуживания в учреждениях родоспоможения. Вот. В 19-м году добавилась знаменитая московская подарочная коробочка. Коробка, даже говорят уже, так как она очень большая. Это так называемый подарок, подарок новорожденному, который Москва ввела одной из первых в России и наиболее, как говорится, фундаментальный он. Вот. В итоге мы получили, что если у нас с вами плавно повышалось, вот мы видим, для доли зарегистрированных родившихся в Москве, ну, так называемых у иногородних, не у жительниц Москвы, если слово следует, я здесь статистически помню, 15-й год, я беру последние 5 лет, да, 29, 23, 0, мы видим 24, 5, 26, 1, в 19-м году 33, 0. Треть зарегистрированных в Москве рождений в 19-м году – это рождение у иногородних. Поэтому, к чему это приводит? К чему это приводит? Очень оказались завышенные показатели рождаемости, мы их увидим по Москве в 19-м году, а в конце года, осенью, где-то начиная с сентября, судя по статистике, где-то начиная с сентября, наши соседи, Тверская область, Тульская область, Рязанская область, они стали тоже перестраиваться в пользу большей помощи при рождении ребенка и свои рождения, которые их женщины рожали в Москве, они стали забирать к себе обратно. Не те, которые уже зарегистрированы, но новые, понятно, да? Вот. В итоге, в 20-м году, в 20-м году, вот есть данные показы, за январь-август официальный на сайте Росстата, мы имеем очень существенное снижение числа родившихся и всех показателей рождаемости в Москве, но в первую очередь относительно завышенного 19-го года. Вот это надо иметь в виду, чтобы мы с вами не хватались за голову, а что же у нас такое случилось в 20-м году, тут много чего в 20-м году у нас случилось, да? Что же такое случилось, что у нас такой провал рождаемости относительно 19-го года? Он у нас был завышенные показатели 19-го года. Вопрос, чего с чем сравнивать. Двигаемся дальше. Ну вот общий коэффициент рождаемости. Первый показатель, с которого мы начинаем, сразу хочу сказать, что показатель не очень хороший, но зато очень распространенный. Это число родившихся в расчете на тысячу населения. Рассчитывается очень просто, делится на общую численность населения всего. И мужчин, и женщин, и детей, и пожилых. Всех. На общую численность населения. И умножается на тысячу, рассчитывается в так называемых промилях. Тогда на тысячу населения. Ну, вы, я думаю, что уже поняли, почему я говорю, что показатели не очень, как говорится, хорошие, да? Если мы делим на все население, соотносим число родившихся со всем населением, то показатель будет чем выше, тем выше, чем больше у нас доля женщин активного репродуктивного возраста. И наоборот, если она низкая или она снижается, это будет сказываться негативно на общем коэффициенте рода имени. То есть он существенно может зависеть от структуры. Как оценить влияние структуры, мы посмотрим чуть дальше. А пока вот обратим внимание на то, о чем мы уже с вами говорили. Значит, у нас верхняя зелененькая кривая это общая коэффициентра рода имени то есть опять до последних пять лет это Россия. И красненькая, которая идет до 18-го года внизу, это Москва. До 18-го, 19-го они поменялись местами. И очень существенно поменялись местами. Мы уже с вами говорили, с чем это связано. Вот если будет интересно, либо через электронную почту, через сайт института, о чем уже говорила Елена Ивановна, либо на первой странице презентации моя электронная почта. Если вас заинтересует вот этот комбик, я просто сейчас не буду сильно вникать методику расчета, иначе на это уйдет у меня все оставшееся время, я вас окончательно запутаю. Но, есть такой в статистике замечательный индексный метод, который позволяет разложить изменения того или иного статистического показателя на компоненты, которые влияют на его изменения. Общий коэффициент рождаемости, мы с вами говорили, зависит от полувозрастной структуры населения и зависит от возрастных коэффициентов рождаемости, разумеется. Вот по России и Москве за последние пять лет мы такое мы такое разложение с вами сделали, да. Значит, первая графа это общий коэффициент рождаемости. В России он снижается год от года, год от года. А в Москве снижение было только в 17-18 году. Ну, практически было снижение бы и в 19-м году, если бы не то, о чем мы с вами говорили. За счет возрастных коэффициентов рождаемости, да. Да. Но в Москве из-за этого снижение было только в 17-м году. А вот если мы посмотрим, мы просто к возрастным коэффициентам еще вернемся. А вот если мы посмотрим с вами на влияние полувозрастной структуры населения, то она все пять лет, начиная с 15-го года, мы здесь смотрим, вносит отрицательный вклад в динамику общих коэффициентов рождаемости, и этот отрицательный вклад усиливается. Россия, если в 15-м году, а это отношение было к 15-му году, к 14-му, у нас структура сокращала общий коэффициент рождаемости на 2,2%, ну, 1,0, да, и 97,8. Время от 100, отнимаем 97,8, 2,2. То в 19-м на 2,8. Еще существует изменение по Москве. 2% у нас от общего коэффициента рождаемости забирала структура в 15-м году, и почти 4% забирает в 19-м году. Вот она, та самая структура, которая она у нас все забирает. Я показывал эту полувозрастную пирамиду еще на первой лекции, но теперь уже к применительной рождаемости. Если мы посмотрим с вами у нас в активный репродуктивный возраст, попробую показать мышкой. Так, мышки не могу показать. Ну, вы посмотрите, да, вот в районе 20-25 лет это женщины, которые на подходе к наиболее активному репродуктивному возрасту. У нас сейчас максимальные показатели рождейности, которые мы на одном из следующих слайдах увидим, в возрасте 25-29 лет и в России, и в Москве. Вот. А вот на подходе к этому возрасту очень малочисленные контингенты родившихся в 90-е годы. Если мы сравним с интервалом в 10 лет, те, кому на начало 20-го года было 30-34 года и 20-24 года, посмотрите, да, значит, а разница между ними почти двухкратная. Я уже говорил на первой лекции, никакими мерами помощи семьям, семейной демографической политики невозможно поднять возрастные коэффициенты рождаемости по крайней мере сомнительно короткие сроки невозможно поднять в два раза, чтобы компенсировать провал на возрастной структуре населения. То есть, снижение общего коэффициента рождаемости дальнейшее, ближайшее, ну, по крайней мере, лет 10, оно неизбежно. Оно неизбежно. И мы к этому должны быть готовы, мы не должны хвататься каждый год или каждый месяц по мере публикации новых оперативных данных за голову, что же у нас происходит в стране, у нас вновь снизился общий коэффициент рождаемости. У нас происходит в стране структура населения, которая произошла еще в 90-е годы. Вот что у нас происходит. Поэтому не случайно вот тот индексный метод, он нам позволяет все-таки отделить влияние структуры от влияния изменения собственно рождаемости. И на это надо обращать внимание. Еще что хочу, пока мы не ушли с вами со слайда с пирамиды, обратить внимание. У нас соотношение женщин внутри репродуктивного возраста сейчас таково, что большие контингенты, сравнительно большие, в возрастах 30 лет и старше, 35 лет и старше, и малочисленные контингенты 20-24, 25-29. А в более старших возрастах естественно рождаются у женщин дети более старших порядков очередности. Мы увидим с вами, как это отражается на показателях рождаемости, поэтому опять же осторожность в трактовке показателей. Надо всегда учитывать какие факторы на те или иные различия в этих показателях, на те или иные изменения в динамике, какие факторы могут влиять. Двигаемся дальше. Вот возрастные коэффициенты рождаемости, о которых я говорил. Это 2019 год. Значит, зелененькая кривая, если видно, это Россия. И красненькая кривая это Москва. Нам здесь очень удобно их сравнивать, потому что мы дальше посмотрим с вами суммарный коэффициент рождаемости. Вот суммарный коэффициент рождаемости был практически одинаковый в Москве и в России. 1,505 в Москве и 1,504 в России. Забегая вперед, это будет там следующий слайд, забегая вперед, хочу сказать, что впервые, ну, по-моему, я тоже уже говорил на первой лекции, за всю историю существования статистики, то есть, когда мы имеем данные какие-то по числу родившихся, по показателям рождаемости, показатели рождаемости в Москве выше, чем в целом по России. Но вот 33 процента родившихся у иногородних, понимаете, большинство из них, трудно сказать сколько, но большинство из них, это, они присутствуют в числителе, потому что дети их учтены родившиеся в Москве. Но их, как правило, нет в знаменателе. Если они не были на момент переписи населения, там в знаменателе их нет. Вот, а переписи населения надо было давно в 2010 году. Так, возрастная коэффициент рождаемости. Я уже говорил, что у нас с вами пик в 25-29 лет и в Москве, и в России. В Москве он перешел из возраста 20-24, в 25-29, уже с вами давно, в России и Польше, но теперь и там в 25-29. Отличие принципиальное, если второй по величине показатель рождаемости в России в 20-24, то в Москве в 30-34 показатель выше и существенно выше, да, мы видим 80-0, 50-0, 81, существенно выше, чем в возрасте 20-24. А как рассчитывается возрастной коэффициент рождаемости? Вы знаете, специально давайте я акцентирую на это внимание, потому что я в свое время преподавал в своем родном, который заканчивал Московский экономико-эстетический институт, теперь он вошел в составной частью Врачейскую экономическую академию имени Плеханова в результате преобразования. Так вот, у меня была студентка, которая досталась вопрос показателя рождаемости и дойдя до все довольно лихо отвечал, дойдя до возрастных коэффициентов рождаемости, она сказала, что возрастных коэффициентов рождаемости в принципе рассчитывать нельзя. Но небольшая пауза, я говорю, давайте так, если вы мне сейчас доказываете, что их рассчитывать нельзя, то мы едем с вами, тогда был не РосА, там был ЦСУ, это был конец 70-х годов, едем в ЦСУ и говорим, что вот они там рассчитывают, а рассчитывать нельзя, если не доказываете, то я вам хорошую оценку поставить не смогу. Это, видимо, задумывалось, что все-таки и ЦСУ считают, и в других странах считают. Следующая фраза меня совсем потрясла, она сказала, что, вы знаете, для возраста ноль лет рассчитывать можно, а для других нельзя. Значит, что у нее оказалось записано в лекциях, почему я на это акцентирую внимание. У нее было записано число родившихся в возрасте Х на тысячу женщин в возрасте Х. Значит, естественно, все рождаются в возрасте ноль лет, поэтому возраст Х ноль. На самом деле, это число родившихся не в возрасте Х, на слайде написано, посмотрите, это число родившихся у матерей возраста Х. Вот просто была такая анекдотичная история, поэтому я на этом акцентирую внимание на этом показателе. Число родившихся у матерей в возрасте Х на тысячу женщин в возрасте Х. Шумарный коэффициент рождаемости. Показатель очень популярный, очень распространенный стал, особенно после того, как у нас в национальном проекте демография, теперь это ключевой проект по рождаемости, ключевой целевой ориентир, он добавляется показателем по очередности рождения, добавляется возрастными коэффициентами, вот, но ключевым остается суммарный коэффициент рождаемости и в указах президента Владимира Владимировича Путина уже тоже как целевой ориентир стоит именно суммарный коэффициент рождаемости. К сожалению, очень часто мы сталкиваемся с неправильной трактовкой этого показателя. Трактуют его как суммарный коэффициент число детей, рожденных в среднем одной женщины. Не совсем так. Вот давайте все-таки строго придерживаться той формировки этого показателя, которую я даю на этом слайде. суммарный коэффициент рождаемости это число детей, которые будут рождены в среднем одной женщины на протяжении всей ее жизни при условии сохранения неизменными возрастных коэффициентов рождаемости на уровне данного года. Как он рассчитывается? Рассчитывается очень просто, я даже не перевожу эту формулу. Вот те возрастные коэффициенты рождаемости, которые мы с вами видели на предыдущем слайде, они суммируются, он поэтому и называется суммарный. Суммируются возрастные коэффициенты. Там для пятилетней группы, если мы берем для пятилетних сумму возрастных коэффициентов, их надо умножить на 5, на длину интервала. Если для однолетних, как, в общем-то, и правильно, корректно считать этот показатель, то умножается на единицу, то есть не умножается ни на что, просто берется сумма возрастных коэффициентов рождаемости. При такой формулировке показателя тут же можно задаться, а какой смысл? Ну, очевидно, что репродуктивный период женщины, ну, официально, пока я имею в статистике с 15 до 50 лет, это 35 лет. И ясно, что на протяжении ее жизни показатели будут меняться. Какой тогда смысл в этом показателе? Смысл такой, что мы за один год пропускаем в среднем одну женщину через все возраста. И получаем так называемое условное поколение. Мы перейдем в самом конце к показателям для реальных поколений. Это так называемое условное поколение. То есть поколение, которое относится не к году рождения, а к календарному году. Текущие показатели. А какой тогда смысл в суммарном коэффициенте рождаемости, если я в таком условии? Смысл вот какой. Нам нужен показатель, который характеризовал бы уровень рождаемости одним числом, одним числом, и не зависел от возрастной структуры населения. Вот. Притом характеристику можно было получать каждый год, а не дожидаясь, пока поколение женщин, закончит процесс деторождения, и тогда мы сможем сказать, а сколько детей они родили. Это уже будет называться историческая демография, так называемая. Нам нужна текущая оценка, просто мы должны отдавать отсчет в этом показатели его достоинства и недостатки. Значит, так вот достоинство, он характеризует рождаемость одним числом, как и общий коэффициент рождаемости, только так как он рассчитывается суммированием возрастных коэффициентов рождаемости, он не зависит от возрастной структуры населения, в отличие от общего коэффициента. Итак, достоинство одним числом не зависит от возрастной структуры населения и позволяет в первом приближении оценить, как воспроизводятся поколения в населении. Для того, чтобы в населении было воспроизводство, как демографы говорят, простое воспроизводство поколений, чтобы на смену родительскому поколению приходило равное по численности поколения детей, нам нужен суммарный коэффициент примерно 2,1-2,2. Почему 2,1-2,2, а не 2? Двое родителей воспроизводят двоих детей. Во-первых, мальчиков рождается больше, чем девочек. Статистика устойчива по всем странам и во все времена, за редчайшими исключениями колебаний, это примерно 51% мальчиков и 49% девочек. среди родившихся, а рожают женское население, поэтому нужна некоторая компенсация. Плюс часть этих девочек не доживет до того возраста, когда они смогут стать материальными. И на это тоже нужна поправочка. Поэтому не строго 2, а 2,1-2,2, ближе к 2,2, так скажем. Показатель воспроизводства населения. В чем недостаток? В чем недостаток? Показатель зависит от так называемых тайминговых сдвигов. Мы посмотрим их, когда посмотрим динамику суммарного коэффициента рождаемости. То есть дети в силу каких-то обстоятельств, их рождение может быть отложено. И они могут быть, эти рождения, реализованы позже. У нас такая ситуация была, как показывают исследования, в 90-е годы. Сейчас рождение раскладывалось, и они произошли в начале 21-го года уже. Или наоборот, в силу каких-то благоприятных обстоятельств, эти рождения происходят раньше. И то есть другое будет тайминговыми сдвигами, сдвигами в календаре рождения. То есть более позднее рождение детей, откладывание их. Или наоборот, более раннее, в силу каких-то благоприятных обстоятельств, которыми, ну, скажем так, надо успеть воспользоваться. На суммарном коэффициенте рождаемости все это будет сказываться, на его динамике. На среднем числе рожденных детей в реальных поколениях это сказываться не будет. Потому что родились ли дети чуть раньше, родился ли ребенок у этой женщины, родился ли чуть позже. В итоге он родился, и в среднем числе рожденных детей он будет присутствовать. Но только в показателях по завершении репродуктивного периода. И это, я говорю, уже будет называться историческая демография. В показателях для реальных поколений, ну, допустим, к достижению там возраста 30 лет, 35 лет, если мы будем смотреть в реальных поколениях, точно так же будут влиять тайминговые сдвиги, откладывание рождения или их более раннее рождение, как и на суммарном коэффициенте рождаемости. Очень тоже популярный показатель распределения родившихся по очередности рождения. И мы видим с вами, как у нас хорошо растут, растет доля третьих и последующих рождений. С единственной целью, перевожу эту таблицу, не буду ничего про нее подробно говорить, там внизу вот на слайде написано, что распределение родившихся по очередности рождения зависит от возрастной структуры женщин репродуктивного возраста. Мы уже говорили с вами, что у нас сейчас больше в репродуктивном возрасте женщин старше 30 или даже старше 35 лет, естественно, у них выше доля третьих рождений, чем у тех, кому 20-24 года. И это способствует более высокой доле родившихся третьих и последующих рождений. Поэтому здесь тоже нет таких оснований для сильной радости, что как хорошо у нас растут третьи и последующие рождения. Они растут во многом, не только из-за этого, но во многом благодаря такой возрастной структуре населения, а то, что они потом будут снижаться, опять у нас не случится ничего чрезвычайного, что они начнут снижаться. У нас просто в эти возрасты будут переходить вот те самые малочисленные контингенты, родившихся в 90-е годы. Вот на этом показателе чуть-чуть подробнее. Если я еще не утомил наших уважаемых коллег-служб, что ли, чуть-чуть подробнее, и здесь длинный динамический ряд. Суммарный коэффициент рождаемости может считаться как для всех рождений, так и по очередности рождения. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и последующий. Он страдает, как говорится, теми же недостатками, и для него характерны те же достоинства, что и для суммарного коэффициента рождаемости в целом, поэтому они будут останавливаться. Рассчитывается как сумма возрастных коэффициентов рождаемости только декабря очередности рождения. Но суть в том, почему я очень люблю этот показатель, у нас динамика и детерминация этой динамики по показателям разной очередности рождения разная. Вот теперь почему я беру с 99-го года. 99-й год – это точка минимума, это самые низкие показатели рождаемости в России. Вот она в 90-е годы снижалась в той или иной степени, динамика была нисходящая в разные годы, но она снижалась. В 99-м году точка минимума. Вот от точки минимума мы смотрим. И меня строго говоря, это вы можете потом посмотреть, будут вопросы, пишите, а меня строго говоря, пока здесь интересует один год, 2007-й. У нас были введены дополнительные меры помощи семьям и в первую очередь такая знаменитая теперь уже мера, как материнский семейный капитал. Мы говорим федеральный материнский семейный капитал, потому что в 2011-2012 году вводились в целом ряде субъектов Российской Федерации вводились региональные материнские семейные капиталы, а вот федеральные в 2007-м году. Есть такая точка зрения, что не повлияли эти меры, что рождаемость начинала повышаться в начале 2000-х годов, и так эта динамика и продолжалась. Вот посмотрите, пожалуйста, если вам видно, да, сравните, шестой год и седьмой год. Только мы не смотрим с вами первое рождение, говорят, а вот что же на первое рождение, ничего не сказалось, а на них и не могло сказаться. У нас федеральный материнский капитал, тогда, сейчас он уже с первого ребенка, вот с этого года, а тогда он был только на второго или последующего ребенка, поэтому на первом ничего и не могло сказаться. По-первых, как шло такое некоторое повышение еще в шестом году, так оно и продолжилось тем же темпом в седьмом году. Повышение по вторым рождениям, 0,475 в седьмом году и 0,409 в 2006. Давайте мы с вами просто посмотрим, если мы сравним шестой год с 99, то прирост за семь лет был меньше, чем за один седьмой год. Поэтому вопрос продолжается ли, продолжилась ли просто позитивная динамика предшествующих лет, или что-то ее существенно изменило, вот, наверное, ответ на этот вопрос. То же самое по третьим рождением, посмотрите, да, 0,101 и 0,125 сразу в 2007 году. Хорошо, теперь двигаемся ближе, ближе к нашим, ближе к нашим временам. У нас максимальные показатели рождаемости были в 2015 году. Я имею в виду, суммарный коэффициент рождаемости общий начинал уже снижаться. Максимальный суммарный коэффициент был в 2015 году, а в 2016-м он начал снижаться, если мы посмотрим данные помесячные, то он начал снижаться у нас осенью, где-то в сентябре, в сентябре-октябре. Первое, как говорится, существенное снижение было в сентябре 2016 года. А в первой половине 2016 года показатели рождаемости очень хорошо росли. И тут возникает вопрос, что повлияло. Вот это вопрос, он очень важный и с точки зрения прогноза, оценки перспектив ситуации с рождаемостью, и с точки зрения политики. А вообще, говорит, политика никакого жутка это не дала. Вот оно повышалось тайминговыми сдвигами, правда, что-то тайминговые сдвиги длинные 10 лет. А теперь оно все, и возвращается, как говорится, на круги своя. Поэтому очень важно разобраться. Значит, я выскажу гипотезу. Гипотез несколько, которые, в общем, требуют подтверждения дополнительными исследованиями, во-первых, ну и требуют подождать какого-то времени, что будет происходить, во-вторых. Значит, первая гипотеза основная, которая первая приходит в голову, когда у нас что-то происходит плохой освобождаемостью, вот снижение уровня жизни. Люди стали по-другому воспринимать, там какие-то проблемы с занятостью, какие-то проблемы с доходами. Люди стали по-другому воспринимать свой уровень жизни, и это сразу сказалось на показателях рождаемости. Значит, в первой половине 16-го года никакого снижения показателей рождаемости не было, началось оно осенью. Что ж такого случилось, что в первой половине 16-го года это снижение, если оно было, уровня жизни никак не влияло, а осенью 2016-го года вдруг бабах. Что у нас случилось за 9 месяцев до сентября 2016-го года? В декабре 2015-го года у нас случились с вами два события, которые могли повлиять, в принципе, на динамику показателей рождаемости. По вторым рождениям, в первую очередь. По вторым, качать могли по третьим, да. Вот, по вторым рождениям. У нас в декабре 2015-го года случилась девальвация рубля. Очень существенная. Да, тут захватаются. Вот оно и повлияло. Вот мы и нашли свои причины. У нас первая существенная девальвация. Я не беру 1998-й год, да, вот из последних лет. У нас первая существенная девальвация, еще более сильная и совсем тогда неожиданная для большинства людей, произошла в декабре 2014-го года. Однако весь 2015-й год и первые половины 2016-го года рождаемость повышалась. То есть тогда не повлияло, а декабрь 2015-го года вдруг повлиял. Что еще случилось у нас с вами в декабре 2015-го года? 3 декабря Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию сказал о необходимости продления программы материнского семейного капитала еще тогда на 2 года. Сейчас он продлился существенно дольше. А тогда планировалось до конца 2016-го года еще на 2 года. И через 9 месяцев у нас показатели рождаемости снизились. Вопрос. Не было ли у нас в 2014-м, в 2015-м, в особенности в 2015-м, в первой половине 2016-го года существенных тайминговых сдвигов, когда те семьи, которые предполагали в принципе рождение второго ребенка, немножко поторопились с ним, чтобы успеть до окончания программы материнского семейного капитала. после объявления о продлении этой программы. Во-первых, те, кто еще не успел родить, расслабились, им терапиться было уже не надо. А потом те, кто уже родили второго, они родить в 2016-2017 году еще одного второго, они уже не могли, понятное дело. Они его родили раньше. Вот монтайминговый сдвиг, про который я говорил. Что подвигает меня в сторону этого аргумента? Пока я говорю, это дипотеза. Поэтому мы не будем делать из этого далеко идущих выводов. Кто меня к этому подвигает? Подвигает меня то, что с третьими и последующими рождениями ничего не произошло. У них, как была, позитивная динамика. Я не беру долю родившихся, которую мы с вами смотрели, которая зависит от структуры. Я беру суммарный коэффициент. Третье и последующее рождение. У нас как была небольшая позитивная динамика, так она и продолжается. И продолжается до сих пор. И в 2020 годах есть уже оценки суммарного коэффициента. Да, это небольшая позитивная динамика под этим последующим рождением продолжается. У нас не было никогда в истории такой ситуации, что какие-то изменения в уровне жизни влияли на второе рождение и не влияли на третье и последующее. Никогда такого в нашей истории не было. А вот что касается федерального материнского капитала, то на третье и последующее, в 15-16 году, в 17-м, он уже повлиять никак не мог. Никак не мог. Потому что семьи могли получить его, если не получали на второго. А чтобы не получить на второго, нужно, чтобы второй родился не позже 2006 года. И стал быть интервал десятилетний. Имея в виду рождение третьего ребенка и желание воспользоваться мерами помощи семье, в том числе и материнским капиталом, откладывать рождение третьего ребенка на 10 лет. Конечно, такие семьи были, но я думаю, что их было сомнительно немного. Вот. Поэтому вот такие некоторые рассуждения в ходе этой гипотезы. Я, извиняюсь, застрял на этой таблице, но вот застрял. Ну, схожую ситуацию мы имеем с вами по Москве. Единственное, опять же, 19-й год по всем. И первое, и второе, и третье, и последующее в Москве повышение. Ну, о причинах этого повышения мы уже говорили. Еще один показатель. Мы говорили с вами о возрастных коэффициентах рождаемости, о том, где больше, где меньше, в России или в Москве. Вот средний возраст матери при рождении детей. Тоже такой аккумулирующий. Понимаете, всегда хочется, особенно не специалистам, которые не будут глубоко копаться в данных, а вот одним числом. И чтобы сразу было видно, хорошо или плохо. Вот. Вот одним числом. Что там возрастные коэффициенты рождаемости? Если в пятилетних группах их 7, если в однолетних их 35, а здесь одним числом. Сразу начнем с вами с формулы. Так. А формула я вижу, у меня пропала. Я извиняюсь. Тогда давайте так. Где-то вот при переформатировании. Значит, вот х среднее, как среднее арифметически взвешенное мы с вами видим. Да, средний возраст рассчитывается в последующей формуле. А прибавляем 0,5. Прибавляем 0,5. Это, ну, где-то себе просто на ристочке, или когда бы смотреть, я не очень понял, как она пропала на презентации, вот была. Но бывает. Дело такое. Цифровое. Вот. А почему 0,5 вдруг прибавляется? Дело все в том, что х возраст – это число, полное число исполнившихся лет. То есть, если женщине х 25, да, полное число исполнившихся лет, это не обязательно, что она в день своего 25-летия и родила ребенка. Она его родила в интервале от 25 до 26 лет. Ей по статистике полное число исполнившихся лет все еще 25. И учитывая, что вероятнее всего распределение этих женщин по месяцам, оно примерно равномерное. Примерно равномерное. Вот эти полгода, 0,5 года, они и добавляются. Вот как выглядит средний возраст матери при рождении детей. Я не буду акцентировать внимание на первой колонке, которая относится к всем рождениям. Сразу скажу почему. Именно эти данные публикуются в демографическом ежегоднике и под ним отслеживают зачастую изменения среднего возраста матери при рождении детей. Дело в том, чем больше у нас показателей рождаемости по третьим и последующим рождениям, не абсолютные числа, которые зависят от структуры, а суммарные коэффициенты, которые у нас в отличие от первых и вторых рождений продолжают расти. Так вот, чем выше у нас показатели по третьим и последующим рождениям, тем средний возраст матери при всех рождениях будет больше. Потому что в нем будет больше уделенный вес третьих и последующих, которые имеют место в более старших возрастах. Поэтому, конечно, надо смотреть, если мы хотим смотреть, что у нас происходит, происходит для откладывания рождения, как изменяется средний возраст при рождении детей, нам нужно смотреть их дифференцированно по очередности рождения. И в этом случае мы видим, что пока не мере до последних пятилетий, у нас, по сути дела, только по первым рождениям идет повышение среднего возраста матери при их рождении. И что показатели, второе, что мы видим, да, конечно, по всем рождениям, что в Москве эти показатели существенно выше. Мы пытались смотреть, вот, кстати говоря, если будет интересно, это есть и на сайте e-library, есть такой сайт, где можно посмотреть публикации, и в том числе полнотексты. И мы в институте, в нашем институте организации здравоохранения медицинского наиболитета, в первом полугодии этого года сделали буклет, вообще несколько буклетов подготовленных, в прошлом году, в этом году. Вот один из буклетов, он называется «Воды с матери при рождении первого ребенка». Постарались как можно глубже посмотреть его динамику и посмотреть, что на него влияет. В Москве, по сути дела, влияют два фактора. Значит, более позднее вступление в брак влияет однозначно. Откладывание рождений в браке тоже есть чуть больше, чем в целом по России. Но здесь влияние не столь высоко. В первую очередь, это откладывание регистрации брака. И откладывание регистрации брака, и следующее за ней откладывание рождения первого ребенка, во многом вследствие того, что в Москве у женщин, рожающих детей, существенно выше уровень образования. То есть там подавляющее большинство женщин этих поколений активного и продуктивного возраста, имеющие высшее профессиональное образование. Это возможности профессионального роста. Ну и связанные с этим вещи, они заставляют откладывать рождение детей. Вопрос такой для размышлений, может быть, для какой-нибудь статьи в каком-нибудь части массовой информации, опросить мнение по этому поводу. Существуют разные точки зрения, как раз я говорю, что то, что у нас откладывается рождение детей, откладывается сначала где-то рождение, это хорошо. Потому что молодые люди, то, что называется, встают на ноги, осознанно подходят к рождению ребенка, уже не рассчитывают особенно на помощь мамы, папы. Но государству поможет, помогает, хорошо, спасибо. Но уже стараются самостоятельно. И казалось бы, да, хорошо. Есть два плоха, на мой взгляд, в откладывании первых рождений. Первое, это с чем никто не спорит, это то, что с возрастом ухудшается состояние здоровья. Любого здоровья, в том числе репродуктивного здоровья. И откладывание рождения детей, первого ребенка в том числе, на более старший возраст, может привести к невозможности его рождения по состоянию здоровья. Или пока, я имею в виду, с этим будут существенные проблемы. Второе, менее очевидно, поэтому вот более дискуссионно, и, может быть, поэтому для каких-то обсуждений более интересно. Если молодые люди начинают жить как супруги, независимо от того, зарегистрированный у них брак или не зарегистрированный, и на ранних стадиях, в начале буквально, да, семейной жизнью вот такой супружеской жизни у них появляется ребенок, то вольность-невольность, весь уклад жизни, образ жизни строится с учетом этого ребенка. Здесь рождение ребенка откладывается, а какой-то уклад жизни, образ жизни, какие-то привычки уже сформировались, уже сформировались, то рождение, возможное потенциальное рождение первого ребенка может восприниматься как угроза тому, что сложилось. То есть сейчас мы можем себе позволить то, 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 когда у нас появится первый ребенок, мы этого тебе позволить не сможем. Тогда встает вопрос, а что для нас важнее? Исследования социологические очень часто показывают, что почему откладываются рождение первого ребенка? Нужно сначала пожить для себя. Вы знаете, если первый ребенок не для себя, то, во-первых, возникает вопрос, для кого? Для кого? А во-вторых, если вы понимаете, как угроза пожить для себя, то, как и всякую угрозу, как и всякую преграду, совершенно нормальное желание, во-первых, отодвинуть подальше, то есть отложить это рождение, а во-вторых, сделать поменьше, то есть ограничиться одним ребенком, а не двумя или тем более двумя. Много вопросов для размышлений, ну, я говорю, я этой темой занимаюсь давно, по-хорошему, конечно бы, не 40-45 минут, а часа 4-5, но может быть, когда-нибудь. Я говорил уже о показателях для реальных поколений, мы до сих пор смотрели показатели для условных поколений, вот теперь показатели для реальных поколений. Здесь просто данные переписи 2010 года, перепись 2020 года, к сожалению, из-за ковида у нас отложилась, надеюсь, в 2021 году у нас состоится. Ситуация как-то нормализуется, очень хотелось бы в это верить. Ну, вот по данным переписи 2010 года, хотел просто показать, насколько в реальных поколениях показатели среднего числа роденных детей в Москве ниже, чем в России в целом и у городского населения, и что это, в общем-то, не веяние последних лет, а что-то сравнительно давно, уже тем, кому было 65-69 лет по переписи 2010 года, то есть это рождение предвоенное, довоенное, довоенное, уже тогда среднего числа роденных детей было около 1-4. Вот это повышение 1-46-1-47 в двух группах 50-54-55-59, вы знаете, почему? Они попали под те меры, которые начали реализовывать, если вы сопоставите по возрасту, вот это на первых 50-х годах, они попали под меры, которые начали реализовываться еще в Советском Союзе в первой половине 80-х годов. Вот для России в целом, для Москвы, к сожалению, мы такого сделать не можем, для России в целом мы можем сделать оценку показателей рождаемости в реальных поколениях практически на каждый год, а не только пользуясь данными переписи. Я этим воспользовался, хочу вам показать. Ну, во-первых, опять же, раскладываем по очередности рождения, да? Значит, среднее число рожденных детей у нас минимальное в поколении, если мы увидим с вами, я не знаю, видно, нет, в поколении 73-го года рождения по этой оценке, посмотрим, что покажет в переписи. Это 1,58, дальше оно несколько повышается, и у женщины 79-го года уже 1,66. Но мы имеем две разнонаправленных тенденций. У нас сокращается среднее число первых рождений. Или это тоже, то же самое, что показатель доля родивших хотя бы одного ребенка. Это и есть среднее число первых рождений. Только доля, взятая в долях единицы, а не в процентах. Она у нас с вами сокращается, но она все равно выше суммарного коэффициента по первым рождениям, я прошу посетения, там не акцентировал внимание, он примерно 0,65 сейчас, 0,65. В поколениях даже вот начало второй половины 70-х по оценкам посвенным, начало 80-х он не опускается ниже 0,87 0,88. Скорее всего, мы опять же имеем дело с тайминговыми сдвигами, мы видели, что повышается средний возраст рождения первого рождения. И ничего позитивного в последние годы в реальных поколениях со средним числом первых рождений не происходит. Опять же, возвращаясь к оценке мер демографической политики, мер помощи семьям с детьми. Говорят, что это все календарные сдвиги, которые с 7-го года, вот они родили чуть раньше, а дальше все провал, а в реальных поколениях ничего не меняется. Давайте посмотрим, меняется что-то в реальных поколениях или нет. Вот два таких показателя, которые тоже мне очень нравятся, я традиционно использовал, доля родивших второго ребенка среди родивших первого. Это не доля родивших второго, не доля женщин, родивших вообще второго ребенка, а второго среди родивших первого. Почему именно такой показатель? А отсечь динамику по первым рождениям и взять чисто по вторым практически, соотнося эти показатели. Она у нас минимальная у женщин с 71-го года 54,2 снижалась, с 70% у женщин с 60-го года, например. А в второй половине 50-х годов показатель был еще выше. Итак, 54,2 минимальная и 63,6 мы имеем у женщин с 83-го года. У них еще второе рождение появится. Им на начало 20-го года 37 лет. У них второе рождение еще появится. И то же самое мы имеем рост по третьим рождениям. Значит, 23,9 у нас минимальный показатель 65-го года поколения 65-го года рождения. Максимум, смотрю, пока у женщин 79-го года 37. И то же третьи дети у них еще появятся. Можно ли было ожидать такого же роста, как по суммарному коэффициенту, который пошел начиная с 2007-го года и был тогда несколько лет? Нет, нельзя. Потому что в реальных поколениях который был в 90-е годы. Но отрицать, что у нас поручаются показатели рождаемости не только суммарные возрастные, а и в реальных поколениях, отрицать этого, мне кажется, нельзя. Просто надо корректно использовать разные показатели, сравнивать, не хватаясь за первый поправшийся, как бы он нам не нравился. Международная база статистических данных, я уже говорил, ООН, Департамент по экономическим и социальным вопросам, демографический ежегодник ООН, Human Fertility Database. Презентации все сумеют пользоваться, вы сумеете посмотреть. Я хочу закончить, вот еще на чем заканчиваю, что я извиняюсь, что я перебрал время. Вот на чем я хочу закончить. Есть еще один блок показателей, который характеризует рождаемость, точнее, репродуктивное поведение. Это социологические исследования, данные социологических опросов, которые тоже очень люблю. и сам проводить, разрабатывать анкеты, анализировать результаты. Так вот, трактовка результатов. Несколько лет назад, может быть, года 3-4 назад, по, извиняюсь, средства массовой информации, прошли несколько статей с примерно одинаковым броским заголовком 40% российских семей не собираются иметь детей. Супер. Никогда не поверю в такую цифру, ну, пока не в ближайшие лет 15-20 точно, не поверю в такую цифру. Но, если я сразу показать, то да, до статьи для привлечения внимания к проблеме супер. 40% не собираются иметь детей. Начинаю разбираться, что за исследование и откуда такие проценты вдруг. Оказывается, две вещи. Во-первых, не собираются иметь не вообще детей, а еще ребенка. А там у нас в выборке есть и те, кто не имеет детей, и кто имеет одного, и двух, и трех. То есть, кто-то не собирается среди них иметь первого, а кто-то не собирается среди них иметь третьего и четвертого. А мы пишем вообще не собираются иметь детей, хотя у них там один, двое, трое уже есть. Дальше. В этом же вопросе, который мы так вольно трактовали ответы, собираетесь ли вы иметь ребенка в ближайшее время. Так это совсем другое. Во-первых, еще раз говорю, среди них есть уже имеющие детей, их там большинство. А во-вторых, речь идет о намерении иметь или не иметь ребенка вообще, не вообще, а только в ближайшее время. Поэтому исследования репродуктивного поведения очень интересные, опросы общественного мнения на эту тему очень интересные. К трактовке результатов желательно подходить очень осторожно, как бы они нам опять же не нравились. Все, я, наверное, на этом заканчиваю. спасибо большое за терпение. Я извиняюсь за превышение регламента. Еще когда я выступаю с трибуны, меня можно схватить за руку, попытаться стащить, отключить микрофон. Ну, микрофон где-то тоже можно отключить, но вот Елена Ивановна, спасибо огромное. Да. Еще раз всем большое спасибо за внимание, за терпение, значит, вопросы и через электронный адрес института и через мою электронную почту мы всегда сумеем, ну, пока не постараемся, сумеем, не знаю, постараемся и с удовольствием ответить на ваши вопросы.